Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Настя Тарасова и Анна Пономарёва, победительницы открытого турнира по тайскому боксу Кубока Маршала Жукова. Девчонки, здравствуйте! Ну и, наверное, в первую очередь расскажите, что за кубок такой был Маршала Жукова. Где проходил? Кубок посвящался Маршалу Жукову, проходил в городе Кремёнке в Калужской области. Много было участников? Около ста человек. Вот вы обе заняли первые места. А как вообще ощущения, эмоции какие, Ань? Ну, конечно, положительные, потому что одержали победу. Вот. Впечатления, конечно, очень классные, потому что девочек много, соперницы все сильные. Вот. У нас... Про мальчика говорить, да? Про мальчик в тушку. Ну, потому что у нас мальчик, он нос сломал. Вот. Как бы это очень травмоопасно. Вот вы, кстати, такие красивые девочки. Вот. Не боитесь тайским боксом заниматься? Нет. У девочек не такие уж и сильные удары, как у мальчиков. Все-таки нашему мальчику нос сломали. Но все-таки он виноват сам. Противник был... Весил больше на килограмм. Три с половиной килограмм, наверное, он больше весил. Поэтому сам виноват. Нужно было гонять вес. Настя, расскажи про соперницу. Соперница... Я с ней уже дралась в первый раз. Тогда я проиграла. То есть это был реванш? Да, я взяла реванш. Ее победила. В принципе, я уже знала, что можно от нее ожидать. Поэтому я ее перехитрила и одержала победу. То есть в тайском боксе важно не только физическое состояние, а тренировка, но еще и как бы думать надо сильно. Да. А какие еще нужны качества, чтобы побеждать в этом виде спорта? Ну, прежде всего, выносливость, физическая подготовка. Потому что это очень важно. Если у кого дыхание сильнее, если там человек недостаточно выносливый, уже задыхается, скажем, после первого раунда, то все, бой больше не может проводить. А вот как вы тренируетесь? То есть вы тренируетесь, учитесь именно тайскому боксу или еще бегаете, прыгаете, на каких-то там тренажерах занимаетесь? Как это вообще происходит? Бегаем, прыгаем, да. У нас есть специальный график занятий. Помимо того, что мы ходим на тренировки, мы еще бегаем кросс по 3-5 километров. И в конце каждого месяца мы сдаем нашему тренеру, отчитываясь, что неправильно мы бегаем. То есть тренер у вас серьезный? Да. Много требует? Да. А вот скажите, насколько знаю, это далеко не первое соревнование, да, где вот, опять же, вы обе заняли первое место? Да, мы провели по второму бою, где одержали победу. Первое соревнование проходило в Москве. Это тоже недавно было? Это было... Прошла неделя, и были вторые соревнования. То есть в течение недели вы два раза стали победительницами турниров? Да. Гордитесь собой? Конечно. А вот между тем, несмотря на победу, делаете какие-то там выводы, что-то улучшаете в себе? Ну, конечно, мы с тренером разбираем ошибки боя, что нужно добавить, что можно делать реже. То есть всегда мы просматриваем бой и ищем ошибки, чтобы в следующий раз быть еще лучше. Вот, на самом деле, смотрю на вас, и вот у меня немножечко не укладывается в голове такие красивые девушки и тайский бокс. Как вообще такое произошло в вашей жизни? Ну, в тайский бокс, наверное, я пришла первая. Потом я такая думаю, ну, все-таки мы с Аней уже не первый год знакомы, я такая решила, позову-ка я Аню. Позвала Аню, расхвалила тренера, расхвалила весь коллектив. Ну, она пришла, ей понравилось. Ну, и вот, пошли успехи. Ага, а вот между собой вы соперница или нет? В Тулу мы поедем как бы в одном весе, и если кто-то из нас одержит победу, то кого-то поставят на финал, и мы встретимся лицом к концу. А как это вот морально будет, как считаете, тяжело, нет? Или вот именно что на ринге вы, как бы, никаких личных отношений, только спорт? На ринге никаких личных. Отлично. Хоть я одноклубница, но все равно нужно будет подраться, так же вылазиться. То есть знакомым и незнакомым не играет роль. Настя, вот ты первая пришла, когда это было, сколько времени ты занимаешься? Полгода. Всего полгода. И за полгода вот такие вот результаты. Да. Но вообще считается, что даже вот мужчины, да, в этом виде спорта, нужно там достаточно много времени, чтобы чего-то добиться. Ну, все-таки тайский бокс – это не первый вид спорта в моей жизни, так что, в принципе, за полгода можно было. А какой еще спорт был? До этого и я, и Аня, мы занимались кикбоксингом. Угу. И много вы занимались? Долго? Ну, года три-четыре, но там не получилось, просто там, скажем так, не уважали. Ну, не знаю, как Аня, лично меня не уважали, поэтому я подыскала, скажем так, себе другой спорт, мне больше понравилось. Все-таки тайский бокс намного жестче, чем кикбоксинг, и мне это больше понравилось. Аня, а ты сколько занимаешься после того, как тебя подруга позвала, сколько времени пришло? Ну, два месяца прошло. Два месяца? То есть, да, не очень долго, но перспективы есть, и в дальнейшем, как бы, карьерное, ну, такое спортивное развитие. Вот в чем вы в будущем? Чего вы в будущем хотите от этого вида спорта? Ну, конечно, каких-то достижений. Вот мы едем 18-го в Тулу, вот, и в, по-моему, это будет в сентябре, да, мы уедем в Анапу. Вот, ну, в дальнейшем, как бы, ждут соревнования, там, Россия, может быть, мир даже. Ну, вот, в столь юном возрасте победы, как бы, вот, Слава, она глаза не застилает. Нос задираете сильно? Нет, вообще не задираете. Все-таки, ну, хоть и юный возраст, но мы все-таки понимаем, что этим слишком гордиться не надо, это всего лишь открытые турниры. Вот, когда на мире станешь первым, вот тогда можно уже немного задирать нос. Вот, тем не менее, в школе учитесь. Как одноклассники, вот, к этому виду спорта вашему относятся? Побаиваются, наверное? Мальчики побаиваются. Уважают, нет, я бы сказала, уважают. Нет, ну, уважение тоже, да, и от учителей, и от одноклассников. Ну, когда надо, они боятся будут. А родители как отнеслись, когда сказали, вот, Настя, как это было? Ты пришла и сказала родителям, я хочу заниматься тайским боксом. Они в обморок не упали? Нет, папа всегда со мной, он всегда поддерживает мое решение. Ну, сначала так мама присматривалась, ходила, ну, зачем, ты же девочка, там, иди вон в танцы потанцуй, я такая, мам, ну, не могу я танцевать, и я говорю, я хочу в тайский бокс. А у тебя? Ну, у меня, как бы, мама, скажу, что прям против, но не очень добрает, потому что я занималась вот много лет гимнастикой, танцами, тут раз в тайский бокс, немножечко другой совсем, и она очень боится, что, как бы, она меня покалечит, тоже вот сломают нос или что-то такое. Ну, как бы, я пыталась до нее донести, что девочки, это не мальчики, у них не такие сильные удары, и процент того, что меня покалечит, очень маленький. Ну, все равно, как бы, мама волнуется, переживает за меня, так что боится все-таки. Ну, ты обещаешь быть аккуратной. Ну, конечно. Вот, как бы, тайский бокс, вообще, вот, виды спорта, такие, как единоборство, да, тем более жесткие, все-таки ассоциируются, ну, не совсем с женственностью. Вот, как вы считаете, вот, занятия этим видом спорта, тем не менее, женственности о нем как-то будут добавлять? Ну, вот вы, вот, абсолютно девочки, да, вот сидите красивые девушки. Ну, спортивная фигура для этого, выносливость, потому что, ну, пресс, руки, там, спина, все это, как бы, ноги, оно имеет, скажем так, форму определенную. Мы же накаченные, ну, нет. Накаченные, накаченные. Я бы с какой-то сказал. Нет, ну, то, что, как бы, фигура красивая, это становится, это как аэробные занятия, получается, вот, и поэтому это очень хорошо влияет и на организм. Ну, да, мы же поддерживаем свою форму, то есть, не даем себе расслабиться, и, то есть, ну, можно заниматься тайским боксом, например, для себя, но, опять же, не быть в красивой форме и не быть подтянутыми. А мы и выступаем, и у нас фигура подтянута, так что нам это тоже нравится. Девчонки, ну, и вот, как бы, ваши ближайшие самые планы спортивные? Ну, в Тул мы едем 18-го числа, готовимся к этому, причем, если кто-то из нас содержит победу, то мы встретимся в финале, так что готовимся. Главное провести два боя, и тогда уже можно взаимовывать разряд. То есть, уже в 13-14 лет можно разряд получить, это довольно-таки хорошо. А после первого разрада уже идет КМС. Ну что ж, желаю вам успехов, побед, обязательно спасибо, что пришли. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня были Настя Тарасова и Анна Пономарева, победительницы открытого турнира по тайскому боксу, кубок маршала Жуква. Программа «Городские встречи», увидимся. Редактор субтитров А.Семкин